В Славянском районе завершился муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница». За победу приехали побороться команды из 25 школ района. Военно-спортивная игра «Зарница» из-за пандемии два года не проводилась. И вот, когда позволила эпидемиологическая обстановка, школьники района вновь собрались, чтобы посоревноваться и узнать, команда какой школы самая сильная и патриотично настроенная. Основные цели, которые преследует данная игра, это, конечно, связано с военно-патриотическим воспитанием нашей молодежи. Воспитывает патриотические чувства, воспитывает и утверждает самосознание всех по отношению к нашей родине. Дает проявить себя в данных соревнованиях все свои волевые качества, все свои умения, все свои навыки. Ну и, естественно, побороться за честь каждой школы, те команды, которые будут здесь сегодня представлены и будут выступать. В соревнованиях приняли участие 25 команд, всего около 200 участников. Вместе с ребятами приехали и их наставники, чтобы поддержать и дать советы. И сегодня я представляю, как наставник ребят казачьего класса 18-й школы. Они, я думаю, покажут хорошие результаты. И сегодня игра «Зорница», посвященная Дню Победы, она покажет, что наши школьники, наше поколение, молодое поколение, готово к защите нашей Родины. Участники игры «Зорница» соревновались в шести видах. Беги на 60 метров, прыжках в длину, отжиманиях, разборки-сборки автомата, снаряжение магазина, а также стрельбе из пневматической винтовки. Все команды были настроены только на победу. Мы очень рады, что возобновились соревнования. Наша команда с 18-й школой очень сильно готовилась к этим соревнованиям. Мы дружная команда, мы готовы побеждать. У нас школа номер 8, Славянский район, поселок Садовый. Я очень хорошо верю в свою команду. Все, что мы сегодня победим. Победители соревнований определяли как в общекомандном, так и в личном зачетах. В итоге лучшие результаты показала команда 25-й школы Станицы Анастасиевской. У ребят третье место. На втором месте учащиеся 48-й школы Станицы Черноярковской. Победителями стали юные патриоты из Петровской. В общей команде на зачете муниципального этапа военно-спортивной игры Зарница награждается команда школы номер 29, занявшая первое место. Команда-победительница примет участие в зональном этапе военно-спортивной игры Зарница. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа События.